Мы призываем вас, работников прессы, корреспондентов, отойти от привязанности к тем или иным политическим, общественным партиям, движениям и так далее. Мы должны сегодня понять, что сегодня раскручивается вариант гражданской войны на Украине, потому что сегодня на Украине президент смотрит в первую очередь не за интересами западных элит, запада и востока, он смотрит за интересами своего государства, где президентом он является, и своего народа. Но согласитесь, все сидящие здесь, крымские татары и славяне, согласитесь с тем, что с приходом Януковича в страну, страна меняться начала в лучшую сторону, даже в условиях кризиса. Понятно? Понятно. Когда такое наследство остается, как говорится, без каких-то там ошибок и так далее, и так далее, не бывает. Но кто из нас без греха, извините меня, надо же смотреть на хорошем, на результат. Что сделала Тимошенко? Я одно только скажу, этого достаточно. Раньше за это казнили в Средневековье, после, когда человек лишал деревню или город, или страну лишал хлебного запаса. Тимошенко пошла на это, единственного за все это правление независимой Украины, единственный лидер, который посигнул на это. Она распродала хлебный запас Украины. Это же о чем-то говорит. Сегодня мы имеем его. Сегодня Янукович восстановился в своей команды, восстанавливает дороги, восстанавливает заводы. Вот этот, мягко относится все равно к коммерсантам, бизнесменам, все равно как-то там, где-то там, мягчающие там условия, там бизнес. Мы же тоже видим, мы общаемся. Все равно не так, как раньше было. Ну, теперь кто-то хочет, чтобы бой вошел в Евросоюз. Хорошо, давайте войдем. Ну, понятно, соседи, надо дружить, надо понимать друг друга, надо торговать друг с другом. Что он сказал? Не войдем, подойдем. Нет, он сказал, мы же не против. Давайте, ну, давайте, с учетом наших интересов Украины, вот, некоторые татары едут в Киев тоже поддержать Евромайдан. Я хочу сделать заявление для этих людей. Ребята, если наши условия не будут соблюдены, вот, именно по ассоциации, по условиям, которые стоит Украина, здесь будет голландская редиска, и мы, крымские татары, уже ее не сможем выращивать и продавать, и решать свои социальные вопросы посредством этих денег. Почему? Потому что мы не сможем конкурировать с голландской редиской. Мясо будет польское, и наши мясники, которые сегодня снабжают Крым мясом, ездят, собирают, там, режут его, готовят. Целая тоже схема процедуры, вокруг нее завязано очень много людей. Они смогут работать, потому что будет стоить копейки. Персик, который мы сегодня кушаем, крымский, не сможет конкурировать с голландским персиком, с испанским персиком. Понимаете? И президент говорит, давайте мы о наших людях подумаем, с учетом наших людей, нет, они говорят, вот давайте как есть. Он говорит, нет, так не будет, правильно, как отец думает о семье, он думает о стране. И теперь смотрите, а в Тельфагороши не понимаешь, будет вот так. Но вы знаете, на Украине есть мужчины. Вот я мужчина, у меня двое детей. Я видел убитых детей в Таджикистане. Я вижу убитых детей в Сирии, в Египте, в Ливии, убитых детей. Где отец не может ничего сделать, чтобы его не убили. И я вспоминал своих детей. И я сегодня все делаю, чтобы на зачатке это остановить. И сегодня то, что я говорю, меня кем только не называют. И Сибатушки, и Могилевский. И я могу, я Могилевский татар. Вообще, надо же, это какие надо быть, куриные мозги иметь, сказать, седомет Могилевский татар. Ты благодаря седомету стал председателем Межриса. Седомет организовывал вот этот штурм Верховного Совета, когда побили наших соотечественников в разном раю. Я свою молодость отдал национальному движению, и этот человек бессовестный. Меня называют Могилевским. Мы не Могилевский татар, это Могилев, крымский премьер. А мы все живяющие в Крыму, крымские славяне, крымские татары, крымские евреи, крымские армяне. Я не Могилевский. У меня есть собственное мнение. Могилев меня не просил сегодня это делать. Я рядом с Могилем, потому что я сегодня вижу, что этот человек сегодня работает 25 часов в сутки, для того, чтобы нам, крымчанам, было хорошо, чтобы в Крыму был мир, успокоиться и согласие. Посмотрите, сколько здесь всего. Бомб зарыто здесь, который мог в любой момент лопнуть, и мы все будем страдать от этого. И все это держится под контролем. Сегодня структура СБУ занимается своим делом, чтобы сегодня был мир и порядок, благодаря тому, что сегодня такие лидеры в стране. Понимаете? А кто-то нам навязывает свои условия. Я не согласен. Хотите протестовать? Пожалуйста, мы не против протеста. Мы сами протестовали. Сто дней, это на рекорд нашего протеста был. Наверное, ни одна группа, ни одна партия столько не протестовала на Украине за все существование. Мы попротестовали, увидели, что нас нет, не пошли на штурм, собрались и уехали. А это что такое? И когда я вижу и понимаю, что это может разрастись, во-первых, мы потеряем столицу. Столица сгорит. Я хочу тоже заявление киевлянам сделать. Потому что жители Душанбе, столицы Таджикистана, их тоже предупреждали. А ответьте на то, что происходит на ваших площадях. Озоди, там была площадь свободы и площадь правительства. Озоди и Шухидон. И там на одной площади одни стояли, на другой площади другие. И они тоже стояли несколько месяцев. И друг другу плохо хотели кушать. Входили анекдоты, друг другу рассказали. А потом привезли несколько камазов оружия сюда, и сюда. И началось. И 200 тысяч погибших. Простых людей. Итог. И ничего. И в итоге все равно сели за стол переговоров. Теперь, когда мы знаем это все, мы видим, что к тому же все идет. И тогда люди говорили Душанбинцам, отреагируйте. Идите, выйдите к людям, объясните, не делайте это. Пусть люди в кишлаки свои уедут. Потому что кислаков собрались. Понимаете? А, ничего не будет. И они же и погибли в этих сельбойнях. Тоже и сам Киев. Он не должен молчать. Он должен сегодня выйти, стать между вот этими беспредельщиками. И милицией сказать, ребят, расходимся. Выезжайте во Львов, в Монофранковск, откуда вы там приехали. Это мы разберемся сами. Мирно разберемся. Это мир. В таких случаях мирно надо разбираться. Кто что? Янукович говорит, давайте мы будем разговаривать. Он говорит, давайте. Приходите, будем говорить. Будем общаться, будем решать. Как с нами, обратите внимание, с нами же разговаривают. Макилев с нами разговаривает. Мы просим, он нас принимает, собирает всех чиновников, от кого зависит решение земельного вопроса. Ставит задачу, все решает, все дальше идет. Все. Никакой политики. Хотя чиновники не очень хотят решать. Да, хотя местные чиновники не очень хотят, чтобы земля выдавалась. Потому что они мафия. Они в упряжки идут. Местная мафия. Понимаете? А теперь это что такое? Ну просто мы с этим заговариваемся, но это предел возмущения у нас. И мы вот заявление сделали, обращение к президенту, и нас за это обвиняют. Вот вы там мирных граждан требуете там и так далее, и так далее. Это разве мирные граждане? Это боевые отряды. Это регулярно армия так себя ведет. Экипирование. Это два вида оружия боевого конкретно применяется. Это зажигательная смесь. И камень, булыжник. И не просто вот этот, какой-то очебенка. А булыжник, который попав в голову, человек убьет. У нас прожил, вот со штурма администрации президента, который был вот несколько недель назад. У нас люди потеряли, ну стали овощами. Знаете, что такое? Отбили мозги. Ребята, все. Представляю, 18 лет тебе отобили мозги. Все. Это какое горе в семье. Это вот этот булыжник. Это боевые действия мы сегодня наблюдаем. И надо нам, обществу, сказать решительное нет. Нам, крымчанам, все уйти от всяких привязок, всяких политических, амбициозных и так далее, и так далее. Потому что, не дай бог, если это начнется, мы в мешке, мы в Крыму. Отсюда здесь сколько? Два с половиной миллиона? Если здесь 300 тысяч людей останется, хорошо. Потому что, вы знаете, что было в Таджикистане? Сосед убивал соседа, знаете, за что? Потому что он ему когда так поздний не дали? Вот это такое абсурду доходило. Понимаете? Это когда попадает, он уже в руки, и в эту сторону, и в эту. А его здесь, вы знаете, сколько много? И когда перестанет работать закон, а начнет работать закон автомата, это все не дали. Мы просто, почему призываем, мы кричим об этом, люди, остановитесь. Вы куда идете? Это не стрелы, не копии, это оружие массового поражения. Одну гранату брось в дом, в семье нет. Все. Боевые гранаты вы видите. И мы в общество, в украинском общество, должны оставить все свои дела, и думать только об этом, говорить об этом, реагировать на это, давить на правительство, кричать об этом, чтобы она остановилась там, в зачатии вот этот урод, ребенок, который сегодня рождается, готовый убить всех нас. Ради своих амбиций, ради своих интересов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова